Это вечерний выпуск Центра новостей в студии Галины Фахреддинова. Здравствуйте! Я и мои коллеги готовы рассказать о самых важных и интересных событиях этого дня. Сегодня на банковские карты астраханцев стали поступать деньги, предназначенные для детей. 10 тысяч рублей получат все родители, кто воспитывают детей от 3 до 16 лет. Сегодня прошла первая волна выплат. Их получили все, кто подал заявление до 25 мая. Их заявление продолжают принимать до 1 октября этого года. Сколько семей в Астраханской области претендуют на выплаты, знает Элеонора Лемх. Она встретилась с теми, кто сегодня получил сообщение о зачислении выплат. Их уже называют коронавирусные 10 тысяч. В Астраханской области получить их смогут 220 тысяч детей. Уже сегодня в региональном отделении пенсионного фонда фиксируют свыше 80 тысяч заявлений. Из них одобрено 78 тысяч. Причины отказа зачастую банальные. Неверно указаны данные в дате рождения или расхождение в иных цифрах и буквах. Ведь все личные данные сверяются с единой базой данных. Но как только все ошибки будут исправлены, можно повторно подать заявление. По каждому случаю у нас сейчас увеличено количество сотрудников, которые работают с мамами в телефонном режиме, в индивидуальном режиме, по электронной почте, письменном отделении. Все районные управления нацелены на то, чтобы каждый отказ индивидуально был проанализирован. И при необходимости, чтобы это мама, или вот если действительно какая-то ошибка произошла, чтобы мама могла подать второй раз это заявление. Это предусмотрено, и второе заявление будет еще раз рассмотрено. Заявку на единовременную выплату может оформить как мама, так и папа. Но если заявление подали сразу оба родителя, то деньги будут перечислены на карту матери. На сегодняшний день в банке уже направлены 1 миллиард 92 миллиона рублей. Первыми единоразовую помощь получили те, кто оформил заявку до 25 мая этого года. И таковых 72 тысячи человек. Среди них мама двоих детей Елена Курбатова. Ответ на заявление пришел через пять дней. Данное заявление я подала через сайт госуслуги. Буквально все реквизиты, паспортные данные, данные на детей у меня уже были там. Единственное, что мне осталось заполнить, это сведения о счете, реквизиты банковского счета я заполнила и отправила. То есть это заявление было рассмотрено, и уже сегодня я стала обладателем 20 тысяч рублей. Проще всего оформить заявку через электронный портал госуслуг. Этим пользуются 90% граждан. Кроме того, работают МФЦ и клиентские службы пенсионного фонда в каждом районе. Но в этом случае прием ведется по записи. Это сделано с учетом мер безопасности. Деньги на детей сейчас получают и семьи с низким достатком. Таковых в регионе почти 20 тысяч. Финансирование составит порядка 1 миллиарда рублей. Если мы говорим о ежемесячной выплате именно той категории наших жителей, которые, к сожалению, имеют доход ниже прожиточного минимума, и в семье их воспитывают детей, как я уже сказал, тоже ежемесячная выплата детям от 3 до 7 лет, то на это направление будет профинансировано тоже порядка миллиарда рублей. И наши семьи с небольшим доходом тоже почувствуют полночную поддержку государства. Право подать заявку на единовременную выплату сохраняется до 1 октября. Уже сегодня в ПФР рассматривают обращение от 26 мая и далее. И эти семьи получат деньги в этом месяце, в июне. Элеонор Лем, Руслан Асанов, Алексей Якупов, Центр новостей. Новое качество жизни для всех поколений призвано обеспечить национальные проекты. В День защиты детей поговорим о том, в чем польза нацпроектов для тех, кому сегодня от нескольких месяцев до 18 лет. На связи у нас председатель правления Общероссийской общественной организации Совет матерей Татьяна Буцкая. Татьяна Викторовна, здравствуйте. С праздником вас. Спасибо, и вас тоже. Расскажите нам, пожалуйста, Татьяна Викторовна, что же дают нацпроекты непосредственно детям? Вообще все нацпроекты у нас в большом счете для детей. И это не только нацпроект демографии, в котором прописан тот самый коэффициент рождаемости 1,7, который мы должны догнать и перегнать. Но и все нацпроекты, они о том, чтобы в России хорошо жилось. А если у нас в России будет и экономика, и образование, и демография, то тогда всем семьям будет комфортно планировать рождение детей. Сегодня я хочу сказать, что мы провели акцию «Здравствуй, малыш!» во многих роддомах России и дарили, кроме приятных подарков, пинеточек, браслетиков на ручку, мы еще и дарили информацию. Информацию о том, что каждый ребенок с первого дня рождения, он окружен огромной заботой государства. И это не только выплаты. Мы знаем, что сейчас есть и стандартные выплаты, и выплаты, которые, кстати, вы уже сказали, что сегодня начались вот эти коронакризисные. Семья на самом деле получает огромную поддержку от государства. Но, к сожалению, не о всей этой поддержке они знают. Поэтому вот мой сегодня призыв к родителям. В день защиты ребенка, пожалуйста, узнайте, какие у вас права. Что вам положено от медицины, что вам положено от образования, что вам положено с точки зрения вас как сотрудника. И поскольку сейчас всех поддерживают, то есть мама с ребенком или беременная женщина, по трудовому законодательству, она просто ВИП-сотрудник, ее нельзя перевести на сложную работу. И максимально дистанционно они сейчас работали. Вот, поэтому у нас все вокруг ребенка. А где бы вы рекомендовали узнать вот все эти положенные, так сказать, привилегии для мам и будущих мам? На каком ресурсе вы бы рекомендовали? Значит, начинается потом время рожать. И под тем 80-х годов сейчас собираются все мероприятия. Там будет мотивирующий мотиватор. Чем он получается от кондикатора? Тем, что вы сейчас, планируя ребенка, можете учитать, сколько денег готовит вам государство. И вы увидите, что за первый год вы получите более миллиона рублей. Это вас мотивирует. А дальше собраны все меры поддержки. Все, что я назвала медицина, жилье, работа, город для семьи. Поэтому я вас спрошу, узнайте о ваших правах и запланируйте рождение ребенка. Но вернемся к обсуждению все-таки нацпроектов, демографии, образования. Это понятно, что напрямую связано с детьми. Но у нас проектов гораздо больше. И такие, например, как безопасные и качественные дороги, цифровая экономика. Они что-то дают детям? Как-то затрагивают они тоже детей? Ну, как мы поняли, что в последнее время все, что касается цифровой экономики, это вообще про детей. Когда наши дети сели дома, и они все стали погружены в цифровую реальность. Да, и все, что касается дорог, я вообще бы сказала, что дороги – это первая проблема, с которой сталкивается ребенок еще не рожденный. Потому что столько историй, когда женщина едет в роддом, который не близкий, он может быть за 100 километров от ее небольшого города. И ей надо доехать быстро, и не всегда дороги это позволяют. Поэтому я еще раз повторю, что нет ни одного надпроекта, который бы нас не затрагивал. И даже поддержка российского производителя – это все равно про поддержку детей. Потому что сейчас планируется проведение акции подарок для новорожденного. Все-таки сделать ее из региональной в федеральную. Для того, чтобы каждый ребенок при рождении получал самый большой подарок, который бы состоял в основном из продукции российского производства. Спасибо, Татьяна Викторовна, за то, что нашли сегодня время для нашего эфира. Медработники могут сами произвести расчет стимулирующих выплат за работу с COVID-19. На сайте регионального Минздрава начал работать онлайн-калькулятор. На этой странице пользователь сможет рассчитать сумму положенных выплат. Для этого необходимо заполнить электронную форму, выбрать тип выплат – президентскую, федеральную или региональную. И уже в зависимости от этого заполнять поля. Например, чтобы рассчитать президентскую выплату, работнику надо выбрать категорию – стационар или скорая помощь. Затем указать должность – врач, средний или младший медперсонал. И количество ставок по трудовому договору. Как только все будет заполнено, сумма будет отражена на экране. Похожий алгоритм действует для расчета федеральной и региональной выплат. Сотрудники полиции изъяли 23 тонны немаркированной замороженной рыбы, красную икру и морепродукты. Спецоперацию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ОМВД. Полицейские задержали мужчину. Его подозревают в приобретении, хранении и сбытии немаркированной рыбной продукции. Предположительно, астраханец приобрел водные биоресурсы, изготовил фиктивные маркировки о дате производства и документы. В цехах в антисанитарных условиях на рыбную продукцию наносились поддельные этикетки с наименованием иностранной торговой марки. Полицейскими при участии ФСБ России и Росгвардии проведено 20 обысков на перерабатывающих предприятиях, расположенных в Астрахани и Астраханской области. Обнаружено изъято свыше 12 тонн свежемороженой и более 10 тонн вяленой рыбы частяковых видов, 106 килограммов осетран, 40 килограммов камчатского краба и 31 килограмм икры лосося. Следственным управлением Следственного комитета России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Деятельность браконьеров пресекают и инспекторы рыбоохраны. За полгода специалисты удалили из водоемов 27,5 километров браконьерских сетей. В этом году свои коррективы в работу внесло половодие. Уровень воды поднялся, условия для нереста рыбы более комфортны. Однако из-за высокого уровня воды браконьеры начали ставить ловушки в ранее маловодных ериках. В очередной рейд с рыбоохраны отправилась и наша коллега Наталья Фомина. Для того, чтобы обнаружить браконьерские сети, не нужно отъезжать от Астрахани далеко. Прямо за городской чертой легко найти самодельные буйки и пластиковые бутылки. Первая удача на противоположном берегу от микрорайона АЦКК. В сети сельдь, лещ и три краснокнижные стерляди. Этим особям повезло, их быстро обнаружили. Поэтому и шансы выжить после попадания в сети у них есть. С наименьшими повреждениями мы увидим, что тут повреждений нет. Она недавно попала, поэтому шанс, что она выживет 100% эта рыба. Потому что, видите, нигде нет никаких повреждений. Ей жить и жить, расти и расти еще. Давайте выпускаем. Всю пойманную рыбу инспекторы рыбоохраны записывают в протоколы, фотографируют и отпускают. Сети – вещественные доказательства. Их складывают в мешки и опечатывают. Специалисты проведут их теологическую экспертизу и выяснят, могут ли орудия лова нанести значительный ущерб биологическим ресурсам. В таком случае их владельцам грозит от двух до трех лет тюремного заключения. При заключении их теолога или специалиста о том, что им может принесен быть значительный ущерб в нерестовый период, то подъездят в статье 256 уголовного кодекса. В ериках другие способы незаконной добычи рыбы. Во время половодья уровень воды поднимается. И браконьеры могут ставить сети там, где в другое время года сухая земля. Вода стоит в этом году достаточно устойчиво и хороший уровень. Поэтому это и для рыбы хорошо. И не пересыхают каналы. То есть есть возможность, вы сами сегодня проехали. Если в том году уже в это время там по этим руслам нельзя было проехать, то в этом году мы с вами убедились, что можно было проехать. То есть уровень воды достаточно большой. Здесь браконьеры ставят секрета, запрещенная для любительского рыболова орузия. В лавушку попали две черепахи и приличных размеров сом. Чтобы его освободить, инспекторы безжалостно режут сети. А в этой сети вся рыба погибла. Иногда браконьеры бросают орудия. Стоят они недорого, начиная от 500 рублей. Милоновые сети губительны. Освободиться от тонкой лески практически невозможно. Плавать такие сети могут десятилетиями. По данным Института гидробиологии и экологии Казахстана, каждый год в сетях погибают тысячи каспийских тюленей. Выбраться самостоятельно у них нет шансов. Только за шесть месяцев 2019 года инспекторы рыбоохраны удалили 700 сетей. Это больше 27,5 километра. Сколько еще остается сети в виде мусора, подсчитать сложно. Но для сравнения, 10% мирового морского мусора – тоже брошенные сети. В них каждый год погибают 300 тысяч дельфинов и китов. И бесчисленное количество черепах, рыб и морских животных. Наталья Фомина, Алексей Егупов, Центр новостей. Предложение по восстановлению внутреннего туризма предстоит разработать главам регионов и правительству России. Такую задачу перед ними поставил президент страны. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития транспорта опубликован на сайте Кремля. Сегодня в России начинают снимать ограничения для внутреннего туризма. Регионы должны будут подготовиться к приему туристов. Когда начнут принимать путешественников в Астраханской области, узнала Алтына Румбаева. Вводим в поисковую строку запрос «Рыбалка в Астрахани». Первая же публикация о том, что здесь рыбачат 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Только сейчас такие рекламные публикации не работают. Дорога в Астраханскую область на рыбалку проходит через двухнедельную самоизоляцию. К тому же в регионе действует нерестовый запрет, и рыбачить можно только в пределах населённых пунктов. Так что свободно приехать и рыбачить получится не скоро. Дата отмены ограничительных мер для туристической сферы в нашем регионе неизвестна. Она целиком и полностью зависит от эпидемиологической ситуации. Мы пока не работаем, потому что пока ещё не разрешено работать. Но очень много туристов нам звонят, спрашивают про туры, информацию всю. Мы их, конечно же, направляем пока на Астраханскую область, но рассчитываем только на конец июня, июль-август. Туристические фирмы закрыты. Звонки агенты принимают из дома. Сейчас регион на первом этапе снятия ограничительных мер. База отдыха заработают только на третьем этапе. Тем временем Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из режима ограничений с 1 июня. Сейчас ведомства в плотном взаимодействии с регионами и Роспотребнадзором дорабатывают правила пребывания туристов на территории регионов. Но уже известно, что первыми откроются санатории с медицинской лицензией. Таких на территории Астраханской области два – в Астрахани и в Ахтубинском районе. Вопрос, как заезжать туристам, пока остаётся открытым. На сегодняшний день требований о наличии отрицательного теста или анализа на антитела не требуется. Не исключено, что Роспотребнадзор может ввести такое требование для пребывающих на территории региона, но пока что их нет, стоит отметить. На текущий момент мы понимаем, что это будут обязательные требования к уборке, к организации питания, к содержанию помещений и так далее. Возможно, будут требования по заполняемости, потому что по опыту других регионов мы видим такой опыт, такую практику, что дают требования по заполняемости. Что заполняемость для соблюдения социальной дистанции должна быть не более 50%. Но по Астраханской области таких данных, повторюсь, пока нет. Увидеть дельту Волги и поселиться на базах отдыха туристы смогут только после того, как в регионе объявят третий этап снятия ограничительных мер. Это по плану. Опять же, всё может измениться, исходя от эпидемиологической обстановки. Так или иначе, Астраханская область вошла в число направлений, которые рекомендуют для посещения в этом туристическом сезоне. Так, на встрече, посвященной перспективам возрождения туристической отрасли, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Дагузова назвала Астраханскую область в числе других регионов, которые можно посетить в этом году вместо заграницы. Конечно же, у нас любят рыбалку. Обязательно рыбалка и туристические базы. Также это у нас Астраханский государственный заповедник. Кстати, там есть очень интересная экологическая тропа. Также это озеро Бускунчак, это гора Багдо, это сарай Бату. То есть, ну, у нас достаточно интересные места. И на самом деле Бускунчак, мне кажется, очень интересно делать экскурсии и заманивать туда сейчас туристами именно красивыми фотографиями. Ежегодно Астраханскую область посещают около двух миллионов туристов. В Астраханском туристско-информационном центре отмечают, что, скорее всего, цифра в этом году будет меньше, ведь выпал весь весенний сезон. А это большой тур потока рыбаков. Впрочем, время покажет. Конец лета в Астраханской области еще одно любимое время года среди российских туристов. Алтана Урумбаева, Руслан Срывченко, Руслан Асанов, Центр новостей. В Астрахани завершилось предварительное голосование «Единой России». Голосование проходило с 27 по 31 мая в новом формате. Астраханскую область выбрали в качестве тестового региона. Предварительное голосование проводили с выездом на дом, соблюдением всех мер безопасности. Подробнее о праймерис в репортаже Анастасии Лонькиной. Приступаем к подсчету голосов выборщиков. Маски, перчатки и санитайзеры. Обязательные атрибуты присутствуют и на предварительном голосовании «Единой России». Праймерис начался 27 мая. Перед началом голосования все урны опечатали и передали бюллетени членам счетной комиссии. Вся процедура проходила в присутствии членов Оргкомитета и Регионального политического совета партии. Избирательная кампания у нас в этом году очень насыщенная. В целом пройдет во все представительные органы порядка 28 избирательных кампаний. Это и муниципальные образования, главы районов, представительные собрания районов, депутаты областной выборы, до выборы депутата областной думы, выборы депутатов муниципального образования города Астрахань в Думу, городскую Думу. В этом году предварительное голосование партии прошло в новом выездном формате. Он был выбран в связи с распространением COVID-19. Все меры санитарной защиты соблюдены. Каждый член комиссии приезжал к выборщикам в маске, перчатках и с антисептиками. Социальная дистанция также была в приоритете. Свой выбор из дома сделали более 500 членов партии. Формат выездного голосования очень удивил обеспечения массового скопления людей и имея возможность проголосовать. В этом году в выборах приняли участие более 80 кандидатов. Это действующие депутаты городской думы, участники проекта «Политстартап» и общественники. Айвар Абельдаев – один из кандидатов от 35 округа. В предварительном голосовании партии «Единая Россия» он одержал уверенную победу. У меня уже есть несколько коллективных писем от жителей, которые связаны непосредственно с деятельностью, которую осуществляет депутат городской думы. Мы как раз будем их отработать в первую очередь, знакомиться с лидерами общественных мнений на моем округе, непосредственно контактировать с жителями, работать с ними. И главное – узнавать именно те проблемные зоны, которые сейчас есть. От каждого округа на предварительном голосовании выбрали победителя. Окончательные результаты партийной процедуры разместят на официальном сайте Астраханского регионального отделения «Единая Россия». Победители «Праймерис» представят партию на выборах депутатов в городскую думу. Они запланированы на сентябрь 2020 года. Анастасия Анферова, Анастасия Лонькина, Игорь Нефиденко, Руслан Срывченко. Центр новостей. День защиты детей в этом году для всех проходит в особом режиме. За время изоляции многие уже привыкли не только к урокам онлайн, но и к выпускным, свадьбам и дням рождения в режиме скайп-конференции. Но из всякого правила есть исключения. И сейчас наша съемочная группа находится на прямой связи со студией. За детским праздником в офлайн-режиме наблюдает Элеонор Лем. Эля, здравствуй. Что подготовили родители для своих детей и как соблюдают меры безопасности? Коллеги, действительно, из всякого правила есть исключения. И этот двор таковым и является. Подобный формат общения уже был опробован в дни 9 мая, когда во дворы приезжали концертирующие группы и устраивали праздник для жителей какого-то микрорайона. Здесь приблизительно такая же схема. Все меры безопасности соблюдены. Большинство зрительской зоны и сцены отделены друг от друга красной лентой. Люди кучкуются, группируются по семьям. Большинство в защитных масках. Поэтому все меры безопасности соблюдены максимально. Сегодня не только день защиты детей. Сегодня еще официально наступают летние каникулы. Хотя мы поговорили с родителями и говорят, что некоторые учатся до 5 июня. Но, тем не менее, это не отменяет радостного настроения, веселья и желания двигаться. За время пребывания на карантине очень много энергии накопилось у детей. И о том, как провели... Людочка, будьте любезны. Как провели это время мамы и чем занимались для того, чтобы просто чем-то занять детей и не сойти с ума от энергии, такой бьющей энергии детской. Мы занимались не чем таким особенным. Мы много рисовали. Старшая дочь моя очень любит рисовать красками. Младшие пока только карандашиками. Также мы приобретали журналы с наклейками. Они их очень любят. Пластилин. Сейчас вышел новый пластилин. И он такой легкий, не пачкается. Дети прекрасно лепили. Также, конечно, игрушки. Дети игрались, смотрели мультики. Все правильно. Мультики. Да. Людочка, спасибо вам. Надеюсь, что все меры ограничительные скоро будут сняты, и вы сможете вдоволь наслаждаться прогулками. Спасибо вам большое. А мне остается добавить, что совсем немного времени остается до начала летних каникул. Видно, что детям очень хочется энергии, очень хочется бегать, прыгать и играть. Надеемся, что скоро все ограничения будут сняты, и у них появится такая возможность коллеги. Эля, спасибо. И вас тоже с праздником, ведь все мы родом из детства. И пока это все новости. Информационное обещание мы продолжим на телеканале Астрахань-24. Следующий выпуск в 20.00. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»